Депутаты законодательного собрания вернутся к обсуждению мусорной реформы на территории Омской области. Острый вопрос на пленарном заседании поднял руководитель фракции КПРФ Андрей Алехин. И его не просто поддержал спикер регионального парламента Владимир Варнавский, но и предложил создать рабочую группу. Все подробности далее. Еще до начала заседания депутаты в кулуарах обсуждали, что оно будет скорее проходным. Мол, вопросы все решены и осталось только проголосовать. Однако с этим не были согласны представители КПРФ. Константин Ткачев выступил с комментарием по поводу внесения изменений в закон Омской области о пожарной безопасности. Эту тему мы поднимали неоднократно. Предложение начальника главного управления региональной безопасности Геннадия Привалова формально связано с тем, чтобы привести региональный закон в соответствии с федеральным, в котором полномочия переходят от губернатора к главному управлению региональной безопасности Омской области. Казалось бы, какая разница, кто будет управлять, но за этим стоит гораздо больше, чем формальный подход. Сельские пожарные посты, которые находятся под контролем правительства региона, могут пройти очередную оптимизацию. Представители профсоюза, созданного в прошлом году, опасаются, что сотрудников ждет сокращение. 15 лет мы на это не обращали никакого внимания. Соответственно, не было никаких проблем, сложностей или потребностей. Люди прекрасно знали, что губернатор лично выступает гарантом защиты. Выступает, если хотите, гарантом противопожарного спокойствия. А сейчас, уважаемый Геннадий Николаевич, ваш человек, господин Кортусов, выезжает на село и открыто, не стесняясь, заявляет о том, чтобы посты и люди готовились к сокращению. Сам Геннадий Привалов не стал давать комментарии по этой теме, но проблема была озвучена в присутствии губернатора Александра Буркова и всех депутатов парламента. А значит, любое сокращение сельских пожарных постов получит огласку и закончится скандалом. Этот вопрос мы не снимаем с повестки дня. Понятно, что большинство мединоросов он принят уже, к сожалению, но мы будем отслеживать ситуацию. Мы имеем полное право вернуться к этому законопроекту, мы имеем полное право вносить поправки и мы имеем полное право спросить господина Привалова о том, что он говорил в интервью нашей телекомпании о том, что мы решим вопросы до 1 июня прошлого года, что все будет замечательно. Но как только мы узнаем и увидим о том, что начинается ликвидация пожарных постов в село Хомской области, мы об этом узнаем и мы будем к этому вопросу возвращаться. В завершении заседания слово взял руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Андрей Алехин. Он поднял одну из самых острых проблем, которая волнует абсолютно всех амичей – мусорная реформа. Второй секретарь обкома призвал депутатов и правительства обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Никто не понимает, сколько будут плодить амичи за вывоз мусора, где он будет складироваться, а главное, что из себя представляет региональный оператор, который выиграл конкурс. Спикер регионального парламента поддержал Алехина и предложил снова создать рабочую группу, в которую войдут представители всех фракций. Фактически возвращаемся к исходной ситуации. По новой рабочей группе, что очень важно, и там попытаемся эти вопросы, те проблемы, которые на сегодня. Понятно, что от мусорной реформы мы не уйдем. Рано или поздно они все равно это сделают, и это дороже, чем сейчас. Но мы постараемся минимизировать все это дело. К чему приведет новое обсуждение депутатов регионального парламента по этой теме, неизвестно. Вопрос настолько болезненный, что разбираться в нем придется еще очень долго. В конце концов, региональная энергетическая комиссия до сих пор не приняла тариф. Но одно понятно точно – амичам нужно готовиться к новой графе расходов. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.